День Господень 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 Слава нашему Иисусу! Мы уже второй день находимся в таком общении. И вы знаете, вообще Библия говорит, где два свидетельства, это истина. То есть два свидетельства, это подтверждение того, что правильно человек видит, правильно реагирует и правильно оценивает ситуацию. Первое свидетельство, это когда мы говорим, что Бог с нами. Это хорошо. Но еще ему нужно засвидетельствовать, что он с нами. Я думаю, что когда израильский народ приближался к стенам Ерехона, они не высылали своих посланников, чтобы донести до ушей жителей Ерехона. Вы знаете, кто с нами? Живой Бог. Библия говорит, они ходили семь дней вокруг этой стены. И на седьмой день Бог засвидетельствовал о том, что он с ними. Аллилуйя. Нам сегодня нужно это свидетельство индивидуально в каждой жизни. Я не знаю, может быть, ты четвертый день проходишь возле этих стен. А может, третий, а может быть, последний. Но я верю, если он с тобою, он засвидетельствует об этом не только тебе, но и окружающим, что он с тобою. Аллилуйя, Иисус. Я бы хотел сегодня делиться словом Божьим. Немножко избрать направление нашего взаимоотношения, как и в церкви, так и вообще во взаимоотношения с Иисусом Христом. Но, я думаю, немногие здесь сегодня, в том числе и я, мы можем поднять руку и сказать, нам нравится критика, когда нас критикуют или дают объективную оценку нашему служению. И когда мы подвергаемся критике, не всегда мы правильно реагируем на нее. И иногда порою говорят, что вам надо от меня, почему я в центре внимания, обратите внимание на других, посмотри на себя. И тому подобное. Но я хочу вам и себе сказать, люди, которые ходят по помазаниям Божьим, об этом говорит Библия, не хочу условно приводить местописание и уходить от темы, которые Бог положил мне на сердце, но люди, которые ходят правильно пред Богом, они правильно относятся к критике, потому что это определенного рода оценка их невохлаждения. И когда люди оценили его, а каким образом его оценили люди, когда на арене духовной появилась новая личность. И они увидели Саула при помазании и увидели Саула после помазания, когда они сравнили Давида и его. Вы знаете, что меня удивляет? Реакция Давида на оценку общественности, среди которой он находился и трудился. Это оценка его не подняла в свои глаза. Знаете почему? Потому что он знал, что ее помазание взращивает его. Аллилуйя. Это помазание Иисуса. Помазание Иисуса, когда бывает на тебе, оно не надбивает тебя в своих глазах. Аллилуйя. Оно умоляет тебя, а Христа в тебе в полный рост проявляет. Слава Иисусу. Я читаю Евангелие от Матфея и хотел бы обратить внимание или на причины, используя которые враг иногда сеет раздор, разногласие между нами, между церквями и зачастую сеет разделение во наших взаимоотношениях или что способствует этому. Я хотел бы обратить внимание на три причины. И по сути на первый взгляд, вроде бы посмотришь на эти вещи и они правильные, но иногда неправильно используя их, люди творили очень нехорошие дела. Я бы хотел обратить внимание на роль помазания, которое есть на нас. Мы все всегда говорим, что помазание, которое на нас, апостол обращается, он учит вас. Но каким образом выявить то помазание, которое на нас? Мы можем постоянно свидетельствовать, что на нас помазание. Но есть убедительное свидетельство, какого рода на нас помазание. Это на последствия наших действий нужно обратить внимание. Если они несут созидание и устроение, это Христово помазание, авилуния. Если оно несут разрушение, раздор, раздогласие, то нужно задуматься, какое на нас помазание. Я обращаюсь к Священному Писанию, это Евангелие от Матфея, всем известным местом, я обращаюсь к 9 главе, с 10 стиха. Я три места читаю. И когда Иисус возлежал в доме многих мытарей и грешников, пришли и воздвиглись с ним и ученики его. Увидев то фарисеи, сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками. Иисус же, услышав это, сказал их, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Поедите, научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Второе место читаю, также оно знакомое всем это деяние апостола, это переживание апостола Петра в 10 главе. И почувствовал он голод с 10 стиха 10 главы, почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в вступление, но до этого поднялся на крышу дома. И видит отверстное небо, исходящее к нему некоторое сосуд, как бы большое полотно, привязанное на четыре угла и опускаемое на землю. Я читаю выборочно. Когда же Петр не удумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел. Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. Читаю в 19 стих. Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему. Вот три человека, ищу тебя. Встань, сойди и иди с ними. Немало не сомневаюсь, ибо я послал тебя. И третье место, я читаю, это третья глава, или характеристика Откровения Божьего, а характеристика Церкви при содействии Божьего Откровения. Бог открывает положение Церкви. Садийская Церковь, третья глава Откровений. Я читаю. Ангел в Садийской Церкви, напишет, так говорит, имеешь семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодростую, утверждай, прочее близко к смерти, ибо я не нахожусь, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял, и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрства, то я иду на тебя, как тать. И ты не узнаешь, что то я часто иду на тебя. Но особенно я хотел бы обратить ваше свое внимание на ключевой стих, очень важный в последнее время. Впрочем, у тебя в сердисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды свои, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Слава нашему Иисусу. Как я говорил изначально, я хотел бы обратить внимание на три, можно сказать, важные момента нашего хождения. Первое место, какое я прочитал, связано с очень высоко образованными людьми. Их звали фарисеи. Эти люди имели изначально правильное предназначение. Их называли по-еврейски хасидим. То есть люди святые, их основная цель была правильно воспитывать израильских детей, которые должны были из поколения в поколение передавать слово Божие. Но с временем это общество трансформировалось немножко в другом направлении. И избыток знания поменял их мышление. Библия что говорит нам о знании? Знание надмивает. И я хочу, чтобы мы проанализировали их оценку на то, что делал Христос. Знание настолько надмило их в своих глазах, что они разделяли себя с обществом, в котором они служили. Тогда, когда знание, которое приходит от Христа, оно соединяет, и сближает, и дожидает, и созидает. Аллилуйя. Библия говорит, любящим Господа дается знание. Критика в адрес Христа была несправедлива. Фарисеи говорят, почему ты сидишь с мытарями и грешниками? Оказывается, знание настолько повлияло на них, что они людей низшего отриста считали ни почем. Иногда знание, которое мы приобретаем, нас разделяет в среде, в которой мы обитаем, и этого не замечаем. Мы выделяем людей на сорта. Этот не такой, тот такой, с этим не общаться, с этим не здороваться. Я сегодня говорю не о крайностях, я говорю о наших взаимоотношениях. И иногда знание, которое приобрели люди, оно послужило не во благо для людей. А многие церкви разделились. Я думаю, что Христос не заинтересован в делянии. Аллилуйя! Он сегодня заинтересован в знании, которое способно называть и созидать церковь его. Аллилуйя Иисус! Библия говорит, интересный момент, что Христос был среди грешников. Смотрите, основная цель Христа – прославить Отца. Аллилуйя Иисус! Он не сконцентрировал на себе весь взгляд. Он не был эпицентром или главным человеком, на которого все просто сверялись и пытались походить на Него. Он всегда, дорогие друзья, переводил взгляд не на себя, а на Творца. Аллилуйя Иисус! Отец меня послал. Проставили Отца Небесного очень многое с места. Оказывается, знание, которое имел Христос, оно служило для славы Божьей. Аллилуйя! Я хотел бы задать сегодня тебе и себе вопрос. Обрати внимание, какого рода знания в твоем разуме, в твоем сердце и в твоем храждении. Что оно сеет и какие последствия его, о чем я говорил, если мы имеем помазание. Другое место, я читаю, как ни странно, хотел бы затронуть сферу откровений Божьих. Вы знаете, проанализировать жизнь и деятельность церкви Иисуса Христа на этой земле иногда, как ни странно, но откровения, я не знаю, откуда они были взяты, поспособствовали колоссальному расширению тела Христа. Оказывается, дорогие друзья, Петр, получивший откровение, он это откровение не использовал для того, чтобы поднять репутацию свою. Аллилуйя! Это откровение служило для спасения. Аминь! Для созидания и устроения. Аллилуйя Иисус! Оказывается, откровение Божье и способность и дарование, которые дал Тебе Бог, это не то, чем ты будешь поднимать свою репутацию. Это то, чем ты должен служить народу Божьему. Аллилуйя! Слава нашему Господу! А что сегодня ты делаешь? Каковы последствия твоего служения? Мы иногда так хвалимся и задаемся вопросом. А может быть и порою говорим, Да, эти люди не образованы, ничего не понимают, нам открыто мы больше понимаем. Братья и сестры, даже если тебе открыто, Христос никогда никого не умолял. Я не говорю о отношении к Христа, к рижникам и фарисеям, к людям, знающим и нудменным в своих глазах. Я говорю о среде, в которой трудился Христос. И третье место, которое я хотел бы затронуть, из той мысли, которую я буду делиться, вкратце, это связано с церковью. Вы знаете, Библия характеризовала состояние церкви. И вроде бы на первый взгляд такую церковь нужно было уже давно покинуть. Но знаете, что Христос говорит? Среди тебя, именно среди тебя есть люди, которые не сквердили своих одежд. Оказывается, характеристика Бога, данная им, не была использована ими, чтобы расчленить церковь и сказать, мы святее, а вы беззаконники. Они были среди этой церкви, слава Иисусу. Не используй свою суперсвятость для того, чтобы пренебрегать другими, а себя считать особенным. Будь Христовым, аллилуйя Иисусу. Будь среди всех тех, которые любят Христа. И пусть тебе, не ты величайся, не твое знание, и пусть знали Христос, аллилуйя. Христос, это была личность, нарядность удивительная. После встречи с Иисусом Христовым, или Христос был собеседник какого рода? Беседуя с которым человек не тухнул, а воспламенялся, аллилуйя Иисус. Библия говорит, с Иерусалима к Иерусалиму направлялись два человека. Вы знаете, они направлялись разочарованы и думали, что все уже кончено. Но после встречи со Христом, вы знаете, куда они пошли? Обратно в Иерусалим. Сколько людей сегодня по разным причинам оставили церковь Божью. И идут сегодня в своем направлении. Как бы хотелось, чтобы мы были в категории тех людей, встречаясь с которыми, люди возвращались к Иисусу. Аллилуйя Ему. Как бы хотелось, чтобы мы были такого рода собеседника. И предмет нашего обсуждения не были те вещи, которые разрушают нас веру, а которые воспламеняют наш дух. Аллилуйя Иисусу. Предмет обсуждения, он влияет на круг, на среду, в которой идет обсуждение. Вот заметьте, иногда встречаешь категорию людей, с которыми общаешься, и тут заговорил о Христе. И удивительно, одних она отсеяла, а других сблизила. В одних произвела ревность, а другим, как-то сказали, ну что вы все время о Христе. Христос это была личность, дорогие друзья, которая положительно влияла на среду, в которой трудилась. Слава Иисусу. Я бы хотел, чтобы мы были Христовы. Аллилуйя Иисусу. Чтобы после наших слов и наших действий созидалась Аллилуйя Иисусу Церковь Божья. Вы знаете, я хотел бы обратить еще внимание на несколько мест. Библия говорит, что однажды 12 хадатаев были посланы в обитованную землю, которую Бог обещал дать Израилю. Эти 12 человек, Библия говорит, они были главенствующие над коленами. И когда они пришли, они увидели, и у каждого из них сформировался свой взгляд. И когда они пришли в среду народа, речи ихние настолько повлияли на народ, что их вера разрушилась. Во втором законе, в первой или второй главе написано, братья наши ослабили сердца наши, говоря нам. Что мы сегодня говорим? Говорим ли мы то, что будует веру, или то, что разрушает ее? Как часто мы не задумываемся над нашими речами, а только видим последствия в жизни людей. Иногда мы такое можем сказать, от которого человек надолго может отойти от Иисуса. Пусть сегодня у нас будет Дух Божий, который сегодня трудится на этой земле, чтобы создать себе Церковь. Аллилуйя Иисусу! Он сегодня трудится для того, чтобы Церковь Божию, как было сказано, все делать монолитом. Единство Духа в союзе мира. Слава нашему Иисусу! Библия говорит дальше. Когда-то в жизни израильского народа было событие такого рода, которое, я не знаю, как бы повлияло на нас. Библия говорит, что пришли в Явис галатские аммонитяне и говорят израильскому народу. Выйдите к нам, и мы выколим у вас правый глаз. И вы знаете, что говорят жители Явиса? Дайте нам семь дней. И если мы найдем человека, смотрите, если мы найдем человека, который способен повлиять на эту ситуацию, я говорю своими словами, то мы выйдем к вам. И Библия говорит, когда Саул воцарился, он увидел народ в таком состоянии, он спросит, что такое? Они ему рассказали. И Библия говорит, когда сошел Дух Божий на него, он взял меч, расшлинив, волос распослал во все пределы израильские. И Библия говорит так. Саул сказал, кто не пойдет вслед Бога, Саула и Савуила, с волами тех будет так же. А теперь смотрите результат помазания. И весь народ стал как один. Аллилуйя Иисусу! И весь народ стал как один. Оказывается, помазание Божий объединяет. Аллилуйя! Оказывается, в Израиле нашелся тот. Аминь! А кто мы не говорили, если мы найдем человека? Аминь! На котором был Дух Божий. Аллилуйя! Аллилуйя Иисусу! Пусть сегодня помазание Христова будет на тебе. Аминь! Библия говорит дальше. Христос, когда вошел в синагогу, Он сказал интересную мысль. Дух Господен на мне. А теперь результат этого Духа. Чтобы выпустить пленных на свободу. Не чтобы загнать в тупик, а вывести из тупика. Аллилуйя! Не чтобы разбить веру, а взрастить в нем меру. Аллилуйя Иисусу! Это Дух Божий. Это помазание Христова. Слава нашему Иисусу! Я хотел бы задаться вопросом, какого рода помазание сегодня на нас. Я видел ситуации в жизни людей. Когда иногда они приходили в разные семьи. И после истинного прихода ситуация не менялась в семье. А иногда оно ухудшалось. И я смотрел, я говорю, лучше бы вы не приходили в этот дом. Я хочу тебе и себе сказать, что ты с собой несешь и в себе, когда заходишь в этот дом. Мир, любовь, взаимопонимание. Или как однажды одна сестра моего друга, моего друга, жены сестра. У них были определенного рода переживания. И та сестра звонит ей и говорит, что ты терпишь его так долго? Оставь его. Иди. Я думаю, что будет у тебя все нормально и в порядке. Я думаю, вот помазание Христова-то. Человек настолько сегодня одолелся от Бога, что советует, что способна разрушить веру и семью. А что мы сегодня советуем, дорогие друзья? Что мы сегодня делаем и чему содействуем? Объединению или разложению? Фарисеи имели знания. Люди имели откровение и святость. Это три причины, враг используя которой людей такого рода может доделать очень много беды. Пусть сегодня мы не надбиваемся Христовым повозанием, но умоляемся, Аллилуйя Иисусу, чтобы через свое повозание Он созидал Церковь Свою. Вы знаете, меня радует еще одно место. Библия говорит так. Когда Христос встретился с Ахеем, Он его не начал критиковать и говорить, «Звиткице все, майно». Ты знаешь, что тебя ждет? Ад! Иногда христиане страшат людей, говорю, «Вы знаете, что вас ждет?» Христос – это была личность, которая только своим присутствием, без слов, приобретала людей. Аллилуйя Иисусу! Не нужно было за Кею говорить, «Покайся!» Его личность себя содержала такую дозу благодати, что она не ограничилась на нем, она распространяла сами. На среду, аллилуйя! А, моложе! Как бы хотелось, чтобы мы были носителями повозания Божьего! Никто не учил Захея, но он сказал, «Кому должно нам четверо?» Аллилуйя! Это помазание Иисуса! Иногда, дорогие друзья, мы пытаемся воспитать наших детей, это правильно людей наставить. Но я хотел бы обратить внимание, что несет наши наставления, и что несет наше присутствие в среду, в которую мы входим. Иногда смотришь на последствия, и волосы рвешь на своей голове, и думаешь, лучше бы не приходили, и ничего не говорили. Помазание Христово объединяет, слава Иисусу! И я хотел бы, чтобы сегодня на нас был Дух Божий. А для того, чтобы Он на нас был, мы должны сегодня искать Его, взыскать Его помазание. Библия говорит, очень важный факт убедителей, который подтверждает мои слова. Библия говорит, Христос что сделал? Что Он сделал? Кто помнит, Своей смертью? Разрушил посреди стоящую преграду. Христос объединяет, Аллилуйя, Сею Суну. Пусть мы сегодня не втыкиваем в наши взаимоотношения эти преграды, и эти разделения, а разрушаем их, может, нам придется пожертвовать своим. Но ради сохранения единства Духа в Союзе мира, это стоит, Аллилуйя. Христос разрушил посреди стоящую преграду. Может быть, сегодня ты смотришь на своего ребенка, может быть, кто-то уже замуж вышел и женился, и видишь конфликты. Иногда родители приходят, и вы знаете, я замечал, они не способны разрешить таким образом ситуацию, чтобы помирить. Они еще больше преград накладывают, чтобы еще дальше разошлись. Пусть не будешь такого рода человек, по базани, на котором оно сближает эти семьи, Аллилуйя. Оно несет мир в эти семьи и в эти церкви. А слава Иисусу, нам сегодня это нужно. Вы знаете, когда досмотришь на людей, очень много фактов известно, и один я сам знаю, когда в одной молодой семье поженились, у этого, у этой дочери, мама сосуд, известный, авторитетный. Я не сужу, но я просто удивляюсь. И пришел момент, когда муж начал оставлять жену и говорит, знаешь, жена, мы верующие люди, давай как-то мы изменим внешний вид, как-то будем благоговейно перед Богом ходить. Люди на нас смотрят. Понятно, дымов иногда не бывает, но сам брат, он хороший, он был на моей свадьбе, он такой нормальный, брат, конечно, и доставки у всех. Но эта дочка берет вещи, собирает и идет до дому. И вместо того, чтобы матери сказать, ну-ка возвращайся обратно, и приведи в порядок все, и покорися. Она знаете, чего послодействовала? Развод. Это какое помазание, дорогие друзья. Я иногда смотрю, люди Божьи, которых употребляет Бог, иногда способны нести разрушение от ихнего надмения. То, что тебе Бог дал, это не твое. Это Иисуса для созидания церкви. Аллилуйя Ему. И пусть сегодня, входя в чей-то дом, в чей-то семью, изрекаемые слова из уст твоих несут мир, созидание, объединение. Слава Иисусу! Пусть сегодня разрушаются эти преграды, которые выстраивает враг в наших взаимоотношениях, в нашей дружбе, в наших церквях. Пусть сегодня мы будем людьми, которые объединяются. Вы знаете, что мне нравится о Христе? Библия говорит так. Иоанн. Смотрите положение Иоанна. Иоанн был в эпицентре и в центре внимания, в среде, в которой он трудился. Но смотрите, что он говорит. Идет сильнейший меня. Он же мог сказать, Христос, ты не будешься без меня. Но он умел смиряться. Аллилуйя Иисусу! Он сказал, идет сильнейший меня. Иногда нам нужно смиряться друг при другом, дорогие друзья, чтобы сохранить единство Духа в союзе мира. И я не сказал ему, Христос, это твой участок труда, это мой. Ты там занимайся и здесь. Он сказал, мы делаем одно дело. Аллилуйя! Которое созидать будешь ты, Христос. Аминь! Пусть сегодня Бог нас благословит. И в этой молитве я хотел, чтобы Бог наши сердца менял, чтобы мы способствовали развитию Церкви Иисуса Христа. Были теми каналами, через которые проходила бы Божья благодать и устройство. Будем ему молиться. Аминь! Слава Господу народу Божий за то, что сегодня мы слышим слова, которые Слава Господу! Церкви! fach не в pé. Да!